Всем привет, с вами Алексей Кразилайф и я вновь вас приветствую на игровом канале. Сегодня мы с вами, ребятушки, поиграем в новую мутацию, городские бои. В данной мутации нас ждет карта с осколками, где мы должны уничтожать осколки за отведенное время. Особенностью этой карты является то, что все противники замаскированы, как здания, так и юниты. Также по карте разбросаны как обычные, так и паущие мины. Играть мы с вами будем варварой через грелок. Вы спросите меня почему. Дело в том, что на этой карте очень хорошо выполняются дополнительные квесты миногрелками. Так, если вы, допустим, будете строить дарков, то, соответственно, вам надо будет полагаться на своего союзника, уничтожить он этих пиратов или нет. По традиции, играя за варварой, я вызываю ранних дарков для того, чтобы сломать камни, как у нашего союзника, так и у нас. Но не спешите ставить экспант. Дело в том, что противник здесь выходит рано, и поэтому будьте готовы. Вы можете на видео посмотреть, на каком тайминге вышел противник, и, собственно, в игре уже готовиться к этому выходу. Но, опять-таки, повторюсь, будьте внимательно перемещаясь по карте, потому что здесь, во-первых, все войска и здания в инвизе, так еще и разбросаны мины. Потому что у меня зачастую были ситуации, когда я отдавал очень много войск просто на муве. То есть забывал про то, что здесь закопаны мины, забывал про войска инвизные. Тактика, в принципе, сильно не отличается от обычной карты с осколками. То есть мы подстраиваем грелки, мы подстраиваем детекторы, и под замедлением времени врываемся на базу противника. Самое главное, не совершайте тех ошибок, которых совершал я. Это отдавать войска на муве, потому что я это делал достаточно часто. На этой карте хорошо будут смотреться, в принципе, любые генералы. Я, если честно, эту карту хотел проходить именно рейнером. Но вы спросите меня, почему я этого не сделал. Дело в том, что маринадом очень тяжело убить дополнительную миссию. То есть выполнить дополнительную миссию очень сложно. И поэтому я решил подстраховаться, чтобы выполнить и дополнительную миссию, и основную. Я решил играть именно в Варваре через грелки. Но если вы уверены в своем союзнике, который выполнит дополнительный квест, или вам просто не нужен дополнительный квест, то, в принципе, можете играть, допустим, рейнером через маринад. Ну, повторюсь, здесь, в принципе, любой герой хорошо затащен. Особых каких-то противопоказаний против какого-то конкретного героя я дать не смогу. Также на этой карте я бы с удовольствием сыграл через дарков, я думаю здесь они очень хорошо зайдут, но для этого нужен нам либо Аббатур, либо Рейнер, для того, чтобы даже если мы где-то накосячим там с минами и нам сильно прилетит по нашим даркам, то соответственно Рейнер или Аббатур смогут их вылечить. Еще хочу отметить тот факт, что если вы будете играть через воздух, то не забывайте подконтроливать во время замедления времени наземные здания, потому что на наземные здания ставится оверчардж и он в принципе неплохо так лупит по воздуху, ну а собственно наземные юниты вам не страшны. Ну что ребят, видео продолжается, я с вами прощаюсь, надеюсь у вас получится, еще раз не забывайте про то, что все инвизное и куча мин, просто не отдавайте войска на муи, как я это делал, но тем не менее мы выиграли, благодаря наверное нашему союзнику, ну и моему терпению. Ссылочка с другими видосами по Старкрафту в описании под видео, ставьте большой пальчик вверх, вступайте в группу ВКонтакт, всего вам хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Не хватает минералов. Разместите страх. Сенсоры обнаружили неподалеку от вас осколок пустоты, ваша задача уничтожить его. Противники выдвигаются, мы встретим их лицом к лицу. База союзников подверглась нападения. Это лишь первый из многих. Ладно, командиры, приступим к работе. Противники вступили в бой. Такое нам только снится. Похоже, придется разобраться с очередной партией осколков пустоты. Противники вступили в бой. Противники вступили в бой. Противники вступили в бой. Доступны темные стражи. Противники вступили в бой. Продолжение следует... 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 Но не стоит терять бдительность. Физматическое ядро активировано. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Вы отлично справились с этой задачей. Мы нанесли противнику серьезный удар. Ваши союзники вступили в бой. Темные тамплиеры понесли материю. Физматическое ядро активировано. Еще один осколок пустоты уничтожен. Все кончено. Цель уничтожена. Три. Все осколки разрушены. Город снова наш. Слыхал, Амун? Доминион так просто не одолеть. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok